Живи истины, и живи бездельцы, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приеди вселисяны, и отчислят всякие скрепны, и спаси блажей души нашим. Что у вас там по порядку было? Евангелие Авто и Марча, 6 глава. У нас сегодня была 8 глава. Давайте сегодняшнее евангельское чтение повторим. О чем было сегодня, я считал, Евангелие? О явлениях Христа, ученика Артуса, воскрешение. Сегодня я на литургии. Ну-ка вспомните. И Саша, о чем я читал Евангелие? Да, слушаем. С миром. Ну, сегодня вы все молились. Да, вы. Сейчас мы на занятия пришли, вот уже все занятия. Че ты? Ну, че тебя? Резать не будут тебя? Ну, сегодня какой-нибудь паучок. Ага, ну ладно. Ну, давай. Ты какую-то эту, полбу, да, эту, горох-то, пшеницу не ешь. Да, можешь овес, овес можешь есть, это прямо даже целиком, возможно. Да, да можно его, ну, переехать и перевезти в ведро отбарабашался. Ну, а ты еще наесть какой-то полбы, там, бобов каких-то, горох, еще, а потом тебя и пучит, это. Нет, ты че-нибудь такое, это, полегче, там, че здесь делай, там, поживи, такой, смотри, берегись. А то, че уже это. Ну, ладно, бог в помощь тебе, давай, выкарабкивайся. Второй раз уже. Прошло несколько дней, у него было, там, схватила ночь его, че там, походит, он везде, в больницу рентген, че-то, говорит, там, это, ну, а у него, видать, он, че, как-то пшеницу там, распарил пшеницу, она там застряла, что ли, ну, как-то прочистили, это. Прошло три дня дома, все нормально, хотел уже на работу ехать, опять поел какой-то полбы, или как она это называется, там, еще, ну, бобы какие-то там, у него опять тоже самое получилось, опять на скорую везде, хотели операцию делать, но, че-то обошлось, вот так вот. Так, ну, что вспомнит, о чем Евангелие-то я читал. Так. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, гни себя и возьми кресло и слез за мной, ибо кто хочет душу свою беречь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу ради меня Евангелия, тот бережет ее. Это когда, ты сам это запомнил, или тебе кто подсказал сейчас? Я бы сейчас прочитал. Ну, я знаю, ты прочитал. А ты помнил или нет, что я говорил, Евангелие, когда считал я заслуживаю? На половину. На половину только. А когда считаю я Евангелие, то всегда вы должны помнить, что это я-то стою как свидетель только, это сам Господь вам говорит, а я только повторяю его слова. Поэтому в это время нужно внимательно всегда слушать и запоминать, а что это. И потом уже размышлять, днем ходить, а как я к этому могу, как к себе в жизни это, приноровить, к себе приспособить это. А то так у нас, да, говорит, я был на службе, а что в Евангелии? Сейчас я спрою, не помню, говорит, все помню, как батюшка выходил, а что в Евангелии не помню. Так вот. А дальше еще, ты не до конца прочитал. Считай до конца. Считай до конца. Вот о чем сегодня было, почему это говорится, потому что это у нас неделя Крестопоклонная, мы поклоняемся Кресту. Крест выносится, говорит, в середине Великого Поста. В одной из бесед, там в Богословской, пишется, как, говорит, дерево жизни стоит в раю посреди рая, так и крест выносится в середине Поста для поддержки нас, чтобы вы, взирая на это, помните, что скоро наступит воскресенье Христово. Пасха уже пойдет, уже к Пасхе ближе и ближе будет. Так вот, преподобный, значит, Феофилакт Болгарский на этой говорит так. Направляет речь главным образом против Петра. «Ты не одобрял того, что я беру крест, я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетели истину. Приживаю не на зло, а на добро, а потому, кто не хочет, тот не достоин всего». Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца или брата или кого-либо из домашних, «Тот хотя бы смотрел, как его бьют и убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам, повелевает Господь, чтобы и мы ради его презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. Да возьмет крест свой, сказано, то есть поносную смерть. Ибо крест почитали тогда орудием поносной казни. На кресте их только рабов распинали. Почему апостола Павла его не распяли, а ему голову отсекли? Это считалось почетной смертью. А на кресте это позорная смерть. А если многих распинали и разбойников, то превысокупляет, что с распятием должно иметь и другие добродетели. Либо это означает слова «следуй за мной». Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно напротив весьма человеколюбиво. Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник, казнивый или самоубийца, всем случае смерть будет не ради меня. Тот говорит, обретет душу свою. Между тем, как думающий приобрести душу, погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот последний сбережет в себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить ни за никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за оригеном, говорят, что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся гораздо, которые накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкуп за душу и мучиться только в той мере, сколько нужно, будто бы, для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедование уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры, и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедовать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, «Когда придет уже не в смиренном виде, но в уничижении, но не в уничижении, в котором являлся здесь прежний, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе с воинством ангельским». «Преображение есть ничто иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время он сам, так просияют и праведники». Хотя сегодня из богословов современных говорят, что вечное мучение вроде бы не может быть, какое-то время там будет, а потом, потому что Бог есть любовь. И разрабатывает такую уже теорию, хотя мы читаем, это всегда было так, что и святые отцы говорили, «Нигде у Иоанна Зотоустца нигде не встречаем, чтобы он говорил, что когда-то это хочется». Всегда говорится о вечном. В Евангелии, в притче, где говорится о Лазаре и богаче, «Нет перехода, великая пропасть между вами и нами, нет перехода ни от вас к нам, ни от нас к вам». Так, и комментарии здесь на это. «Искаженное понятие о смысле слова «исповедание» томило две тысячи лет христианский мир. Не удаление от людей, как учили монахи, а нахождение среди народа давало возможность осознать себя послушным чадом Христовым и дать такое же представление и слушателям. Только тогда можно надеяться на спасение, если будешь исповедовать Христа словом «благорествовать» «Потому что по сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». «Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение». То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Я, говорит, хорошо прошел, проучился в институте пять лет, мне никто не знал, что я верующий. Или в армии пробыл, говорит, два года, никто, говорит, не заметил, что я верующий. Вот так, говорит, надо умело пройти. Это вот так бывает, у православных так бывает, а у других сектантов бывает не так. Я был свидетелем, когда в тот год, когда нам демилизоваться из армии, призвали, один был адвентист. И он в субботу никогда не выходил на работу. Он не уходит на работу. Как это? Все выходят, а он не выходит. Ни на какие, ни на занятия, никуда. Я говорю, другим, в субботу я не могу выходить. И он угол в вахту. Он угол в вахте, надо в субботу работать. Он здесь все работают, а в субботу не работают. Ему там еще добавляют. Это его призвали в сентябре, был призыв. Я в декабре не мобилизовался уже. Он в счастье был, вроде там, не знаю, совсем мало. Больше всего на ногу в вахте. Как закончилось у него, я не знаю, его как-то доработенко, что ли, хохох как-то был. Говорит, доработенко. Меня даже зомполит вызывал, говорит, мы поговорили с ним. Но ведь вот вы же вот работаете в субботу. Ну, мы как-то, ну и в воскресенье, если тут работать, мы работали. А он нет, он не идет, нет, нельзя и все. То есть строго этим. Нет и все. Я в воскресенье буду работать. Я уже говорю, ну дайте ему в воскресенье работать. Тем более, что у нас были рабочие, страйбат. Он в воскресенье больше. Но нельзя. Вот только так. А он нет, не идет никаких. Он знает, что он может, его там может быть и заморили. Могут насмерть заморить. Но нет, не могу, говорит, приступить. Это Бог сказал, шти день седьмой. Все. Так. То есть они в воскресенье не признают, что ли? У них нет воскресенья. Нет, не будет. Веруют. А почему субботу? Ну так, там учение создали, такое учение, что субботу. В воскресенье верят на него, воскресенье будет. Ну давайте дальше по этому, по вашему. Делаем. Что я посчитаю здесь на карте. Это армия. Что такое? Не давайте, пожалуйста. Оттуда вышел он, пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить всеногодие. И многие, слышавшие, с удивлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брата Иаркова, Иосия, Иудия и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Господь приходит в отечество не потому, чтобы не знал, что окажет ему невнимание, но для того, чтобы впоследствии не могли говорить. И если бы он пришел, то мы уверовали бы. Приходит вместе и для обличения завистливого нрава своих соотечественников. Ибо тогда, как им надлежало восхищаться Господом, так украшающим их отечество и учением и чудесами, они вместо того уничижали Господа за его бедное происхождение. Вот какое зло, зависть. Она всегда старается помрачить доброе и не позволяет завидующим видеть его. Так и ныне многие по неблагонамеренности и крайнему неблагородству бесславят некоторых по причине незнатного происхождения их, хотя они достойны всякой чести. Нужно смотреть на происхождение или на что-то. А это великий человек по каким-то делам. Если духовный, то другое дело. А то он какой там, видишь, у него 10 новых комбайнов и прочее. У него там больше тысяч земли обрабатывает он и прочее. Это ничего не знаю. Сегодня есть все это, завтра ничего может и не быть. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и делился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Полкование. Господь говорит вообще о всех пророках, что они не пользуются честью в Отечествах своих между сродниками и домашними. Имеют ли они знаменитых сродников? В таком случае эти сродники завидуют им и потому бесчестят. Будут ли они бедного происхождения? Опять бесславят их за бедное происхождение. Господь не мог сотворить там чудес не потому, чтобы был бессилен, но потому, что те были люди неверующие. Щадя их, Он не творит чудес, дабы не послужили в большем осуждении их, как людей неверующих и в виде чудес. С другой стороны, для чудотворений потребна, во-первых, сила творящего, во-вторых, вера преблющих в чудо. Так как здесь недоставало второго из этих условий, то есть веры, имеющих нужду в исцелении, то Иисусу не благопотребны было твои чудеса. Так и должны мы понимать, что выражение евангелиста не мог, употреблено вместо не решался. Господь, когда принесили кого, Он видел веру, приносил их, или спрашивал, веришь ли, что могу? Верю, помоги моему неверующему. Что отвечали так. И тогда Господь совершал уже чудо. Видел, принесли на полотне парализованного. Не могли там нести за многолюдцем в дом, залезли на крышу, разобрали крышу, но там, понимаете, крыша, это не как она, попробуем, пусть бы разберет крышу у меня на дому, или у кого-то там. Там не такая, там, видать, прикрыто так, только чтобы ветра от солнца, наверное, не палила. И все. Или как он, наверное, на Украине, там, со соломой, крыша-то крытая, там, солома-то можно разобрать. Ну, тоже, батюшка, она, сам скат сделанный, а там-то тоже, потому что... Просто ровная крыша, наверное, ровная, поэтому... Господь, видя веру в приносимых, по вере в приносимых, Он исцелил этого. Видите, здесь вера. И у нас многие что делают? Ага, вот там... Надо чаще там причащаться, или там пить святую воду, пить, давать. Как-то одна прихожанка говорит мне, что делать? Я уж вот зятю своему, говорит, я ему и борщ, и даже в самогонку святой водички добавляю, чтобы как-то он обратился, а он все никак, это, от пьянки отсать не может. В общем, она что только не делает ему, а все, ничего не помогает. Видишь, как? У нас так вот доходит, до такого даже порой бывает. А все, что делается у нас, это и святая водичка дается нам, и причастие, вот, таинство, крещение, это все только с верой. Если без веры, когда принимается крещение без веры, то его оно не совершается. Оно, видимо, как бы совершилось, а на земле, а на небе оно не зарегистрировано будет, потому что не было веры у человека. И не по канонам часто бывает, что пришел человек, у нас по канонам должно быть трехкратное погружение, а делается только так. Показывает по телевизору, выступает, видный батюшка, часто говорит, говорит хорошо, говорит о крещении, как-то я видел это, объясняет все правильно. И вот священник берет, значит, младенца, и он показывает, это, видимо, показывает, это все там транслируется, он купель, все, и он его, значит, купель, и трижды погружает его в воду, и показывает, он трижды берет рукой, щерпает воду, его на голову льет. Говорит, погружает, а сам рукой льет. Но это, говорит-то, который крестится, это не этот говорит, говорит-то там, другой там, комментирует, а это он показывает это крещение, и погружает его трижды в воду, а вот рукой, и на голову поливает, и все. То есть они даже не могли найти фрагмент, кто погружает. Зачем вы же показывает, не надо было показывать, а то он говорит, а показывает, вот так вот было. То есть все, что делается, это с верой, и с верой тогда имеет это силу. Причастлив, я говорю, причастливился, ничего не почувствовал, или ничего не помогает ему причастие, причем, потому что без веры, просто так, пришел на всякий случай. Сказали там, были часто студенты, вот я в Тюмени служил, а там рядом, храм был тогда, был там храм, это единственный храм, другой был далеко, там на краю еще все связки, это знаменский собор, вот, университеты рядом это, и как начинается только сессия, ну, там идут, там свечки ставят, все это, чтобы хорошо сессию сдать. Приходят молодые, там, креститься студентки, зачем, спрашиваешь, как ты крестил, там, а зачем тебе креститься, ну, я у бабушки на квартире, бабушка сказала, ты покрестишь все, если, то у тебя учеба будет хорошо, и тебе жених попадется, не пьяница, вот только покреститься надо, и все будет тогда. Но, крещение-то может не совершиться, если ты даже без веры, веры-то у нее нет, все имя накрестится, у нее веры-то в того нету, поэтому и ничего не будет это. Я говорю, наоборот, если ты сделаешь это без веры, у тебя будет, будь здоров, и муж такой попадется тебе, пьяница, и будет тебя лупить. Ты должна веровать-то не в то, что приходить с тем, чтобы тебе везло в жизни, а ты крещишься с верою, распятого за тебя, Господа Иисуса Христа. Вот если с такой верой, то тогда оно, крещение тебе и будет во спасение. А если нет, то этого ничего не будет. И все эти святыни какие, мощи там, это святая вода и прочее, это дается нам вспоможение на пути спасения только. А если без веры, с верой принимаешь, что святая вода, она будет святой для тебя, благодатной. А если без веры веришь, она для него, она обыкновенная вода, это ничего не будет. Хотя она и освящена, это ничего, это обыкновенно для него будет вода. А с верой, с верой это будет тебе во спасение, спасительное. Благодать тогда действует, когда есть вера. Ну вот, давайте дальше. И призывал двенадцать, седьмого поведения. И призывал двенадцать, кнадцал посылать их по два, и дал им власть над нечестными духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморре в день суда, нежели тому городу. Толкование. Господь учил не в одних городах, но и в весях, дабы мы знали, что и нам не должно ни пренебрегать малыми городами, ни постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках. Далее не только сам учил, но и посылает учеников своих, притом по два, дабы они были смелее. Иначе, если бы он послал их по одному, то один не так бы смело мог действовать, а если бы послал более, чем по два, то числа апостолов не достало бы для всех селений. Итак, посылает по два. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, эквесиаст. Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности. И чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется к нестяжательности, видя, что апостол не берет ни сумы, ни хлеба, который всего нужнее для нас, велит им пребывать в одном доме, дабы не подумали об них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродят одни к другим. У тех, кои не примут их, они должны были, по словам Господа, отрясти пыль с ног своих, в знак того, что они совершили далекий путь ради их, и однако без пользы для них. Или в знак того, что они ничего не взяли у них, самой даже пыли, что напротив ее трясли, дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Ибо садамляне, быв наказаны здесь, там будут наказаны легче, притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки, тягчайшие тех. Вы, если не берите, говорит, денег в поясы. Сегодня, как-то странно, как в поясах деньги носили. Пояс привязан, но я сейчас замечаю так, что действительно, как, ну и пояс, только кожаный, как бы это, и здесь сумочка. Вот замечаешь, вот, дороги, когда едешь, то люди едут так. Переедут, а здесь у него, этот, видать, там, может документы, и с деньгами, наверное, здесь на себе. Там телефон сейчас? Нет, нет. Карточки сейчас, батюш. А? Сейчас все на карточках. Ну, на карточке, там, и вот они у них здесь вот тоже, как пояс такой. Да, это уже такого нет. Продают в магазинах, продают специально. А это раньше было, сейчас у меня это такое. Вот. Так, так. Барсет. Комментарий. Должно сеять Слово Божие в больших городах и малых селениях. Если у человека есть совесть, не может же он не видеть, что этим сегодня занимаются только сектанты. Сегодня при такой свободе слова, какие сонмы и легионы сектантов хлынули на простору России. Образуются общины, новые церкви с самыми экзотическими названиями. И все они регистрируются государством от Южного Аниска и до Полюса. Они идут от двери к двери по всем городам, вербуя адептов. А православные батюшки спят глубоким сном и ничего, кроме алтаря, не хотят видеть. Россия гибнет. Православной веры, как таковой, практически нет. Есть неевангелизированная, раздробленная языческая страна. Отвернув Слово Божие, запершившись в монастырских стенах, получая огромную помощь от государства и используя репрессивный аппарат против инаковерующих, Русская Православная Церковь полностью проиграла все битвы. И Бог руками безбожников опрокинул монастыри и разрушил храмы. Должно сеять Слово. И весь алтарь у некоторых священников уместился бы в котомках, и пошли они от селения к селению тайными тропами. И снова Бог дал свободу, и снова ею не хотят воспользоваться, отгородились от народа дубовыми иконостасами. И снова повторится тот же урок. Только в 1937 году свыше 50 архиерейских голов были сняты с их плеч. Если бы церковь не обладала богатством, а жила в апостольской бедности, то не было бы изъятия церковных ценностей и несчастливых жертв на этой почве. Но для Слова Божия нет уз. Второе послание к Тимофею. Если бы все верующие исповедовали Слово Божие, и не было бы такого разгула без Божия и сектантов. Должно сеять Слово. Должно сеять Слово. Вот так вот. Какие к этому будут комментарии? Кто не согласен с этим? Без комментариев? Комментарии на комментарии, да? Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. О том, что апостолы помазывали маслом, говорит один Марк и еще Иаков, брат Божий, в своем соборном послании. Масло полезно бывает и против болезней, оно идет для освящения, оно употребляется при радостном состоянии Духа и означает милость Божию и благодать Духа, которую мы избавляемся от болезней и от которой получаем и свет, и радость, и веселье духовное. У нас сегодня так, что получилось, что соборование в основном это делает при смерти. Человек умирает, говорит, ну успел перед смертью его пособоровать. А соборование это или освящение, это для здравия, когда человек заболел, тогда призывает его и тогда и делает. Сегодня делает так, что великим постом делает общее соборование, объявляет по радио в городе, будет соборование, ну и идут сотни людей, тысячи, все идут собороваться. Конечно, там это платное, за это вносится плата. Стоят совершенно здоровые мужики и женщины там, то есть при счастье они, видно, что не церковное совсем. Я участвовал в таких соборов, не церковное. Для чего это делается, так я это не понял, для чего это делается. Только единственное, что может быть, для дохода стоят, допустим, мы пришли в собор, у нас 350 человек было на соборах. 350 человек на богослужении в церкви никогда не бывало. Никогда, но только не считая Пасхи. То есть на Пасху там не бывает. А в такие дни никогда, самое много, может быть, 150 там бывает в соборном приходе, там 200, если что-то от силы. А чтобы 350 было, почти половина мужики, такого никогда не было. А на собор они любили крышки. Всем хочется быть здоровыми и не болеть. Грешите, не болеть. Не болеть и грешите. Царь Ирод, услышав, что об Иисусе и во имя Его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Толкование. «Этот Ирод был сын Ирода, избившего младенца». Как тетрадка, Марк называет его царем, употребляя это имя не в строгом смысле. «Услышав о чудесах Господних и сознавая, что без причин убил праведного Иоанна, Ирод начал думать, что он воскрес из мертвых и по воскресенье получил силу чудотворения. Прежде Иоанн не сотворил ни одного знамения, но после воскресения, так думал Ирод, получил он силу творить знамения. Но другие говорили о Христе, что это Илья, потому что он обличал многих. А Ирод боялся. Так жалобил этот человек, что боялся мертвого. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Ирод говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата своего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Воспользовавшись слушаем, Марк помещает здесь вводную речь о смерти крестителя. Одни говорят, что Ирод взял Иродиаду еще при жизни Филиппа, и зато обличаем был, как беззаконник, вступивший в брат с женой живого брата своего. Напротив, другие утверждают, что Филипп уже умер, но оставил на себе дочь. А когда у Филиппа осталась дочь, то Ироду не следовало жениться на братне-жене и после смерти брата. Ибо закон повелевал брату взять жену брата своего в том случае, когда бы сей последний умер бездетным. Но в настоящем случае оставалась дочь, следовательно, брат Ирода был беззаконным. Смотри, как сильна страсть подской любви. Вот Ирод, имевший столько уважения и страх к Иоанну, пренебрек этим, чтобы только удовлетворить своей страстью. Интересно, в предыдущем стихе Ирод говорит, что, наверное, это Иоанн воскрес, то есть, по всей видимости, были случаи, что ли, они так спокойно? Воскрес сходим там. Воскресенье-то было. Были некоторые, были такие, что одни верующие не верили, что будет воскресенье из мертвых. А фарисеи там верили, что будет воскресенье из мертвых. Они это учение-то знали, что будет воскресенье из мертвых. Но секты были такие, которые не верили, что будет воскресенье. И между ними часто бывал спор. Как помните, там начали его искушать. а вот и был человек, у которого была жена, и вот она умерла, а другой, значит, семь братьев, все семеро ее брали, все умирали, все бездетные умирали, то теперь, когда, говорит, воскресенье, то кому она будет женой? Искушали, говорит, воскресенье, тогда уже, говорит, не женятся и не выходят замуж, как ангелы. Ну, этой истории не было, это они придумали сами такую? Ну, конечно, конечно, то придумали, что искушали, а если вот так вот будет, то кому она там женой будет? А если бы, говоришь, то один, второй, третий, то четвертый задумался, я буду ли нет еще жениться на это, уже три брата умерли, два умерли, зачем она мне такая нужна? Ну, а типа закон лишь повелевал или как? Или можно было обойти? Ну, так один, никогда не было, чтобы там еще третий, там четвертый брал, такого не было. По закону можно было отказаться, там брали сапог, кажется. Типа дом Розутова, да? Когда сапог закинали? Да, 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 как не верусь. Да, вторая закона где-то? В Ветхом Завете, помните, было, когда там у Иуда умер, значит, она с тахатой, вот, а он должен был отдать младшего сына, взять ее заману, а он не отдал, а она сделала так, что, значит, как заманила его, скажем, Ну, и переспала со свекром, считает, оставила у него, значит, там перстень и посох, посох, она его в зону взяла, в зону взяла, да, чтобы рассчитаться, он должен был рассчитаться, там еще ягненка дать, я говорю, ее не было, потом принесу, она говорит, приезжай ее, ее нигде не найдут, такой нету, говорит, блудницы, и не было, она оделась в одежде блудницы, что будто бы там, и тогда, когда-то были, это, говорит, древняя профессия, самая древнейшая. Нет, ну, а потом, когда открылись, и сказали, что она беременна, говорит, ага, как это она, ну, и вроде бы смерть, а тогда она приставила, вообще, и он тогда покаялся, я не прав был, он должен был сына-то женить на ней, вот такое было, так, что там еще до конца там было, еще 20 минут до часа 21 по 29 Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир бельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским, к дочери Диазы вошла, клясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе, и клялся ей, чего не попросят у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить, та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ей девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Толкование. Пир идет весело, сатана пляшет в девице и дается клятва, беззаконная и безбожная, а более всего безумная. Безрассудный же и любострастный ирод побоялся нарушить клятву и потому убивает праведника, тогда как должен был всем случае изменить клятву и не совершать столь ужасного преступления. Исполнять клятву неезде хорошо. Они думают, что знают Писание, тогда как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанна, то есть пророческое слово, потому что не приняли главу пророчества, рождение Христа. Посему, если они имеют пророческое слово, то имеют его без главы, то есть без Христа. Комментарий. Значит, знать Писание нужно и умом, и сердцем, и послушанием, и исполнением во всем доверять Богу. Писание обладает особым свойством очищать, отрезать ненужное, разбивать упорное. Иеремия 23, 2. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Знать Писание нужно так, чтобы ни одно место в Библии не противоречило другому, ибо автор всей Библии – Бог. И вот здесь нет ничего выше православного толкования. Знание толкования удержало бы миллионы людей от уклонения всех танцев. И то, что люди не знают таинственного смысла Священного Писания, виноваты только священники, не проповедующие Слово Истины». Опять на священников. Когда-нибудь мне говорит священник. Вот книга. В смысле книга. Где Игнать Тихонович? Он ничего доброго о священниках не говорит. Поэтому его не любят. А я говорю, а ты в Библию возьми всю, найди, где Бог о священниках хорошо говорит. Нигде нет, его в всей Библии не найдешь. Бог хорошо бы говорил о священниках. Какие они хорошие, как хорошо служат и делают. Нет нигде. И дальше. 30-33. Толкование. После своего проповедания апостолы собираются к Иисусу. Это должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшему нас и возноситься пред Ним. Но должны признать Его главою, обращаться к Нему и доносить Ему обо всем, что сделали мы и чему научили. Надо оно не только учить, но и делать. Христос дает ученикам Своим отдохнуть. Это урок уже предстоятелям, чтобы они умели давать и отдых стуждающимся в слове и учениях. Они всегда держали бы их в напряжении и трудах. Далее Господь, не любя славы, удаляется в пустое место. Однако Иисус не укрылся от искавших Его. Напротив, народ столько внимательно наблюдал, как бы Господь не укрылся от Него, что предварил, то есть опередил самих апостолов и пошел к тому месту, где Иисус намеревался отдохнуть. Так и ты, предваряя Иисуса, не дожидайся, чтобы Он тебя подозвал, но лучше сам поспеши вперед, чтобы предупредить Его. Согласно этому месту Писания и толкования, современные пастыри, не проповедующие Слово Божие, недостойны пропитания и отдыха. 1 Коринфянам 5, ибо в Моисеевом законе написано, что не заградает та у Вала молотящего. А в Аллах лепечется Бог, ибо в Писании говорит, не заградает жда у Вала молотящего, и трудящийся, достойный награды своей. Слово молотить означает говорить, проповедовать. Не просто заниматься требованиями, которые уводят людей от истины и дают видимость какой-то работы. 1 Тимофей 5 глава. Достойно начальствующих, пресвитерам, должно оказывать сугубой честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофей 6, иисус увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыри. 2 Тимофей 6, и начал учить их много. 3 Тимофей 6, и как времени прошло много, ученики его приступив к нему, говорят, место здесь пустырьное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревья и селения и купили себе хлеба, либо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба, динариев, на двести и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассолить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по су и по пятидесяти. Толкование. Фарисеи, будучи хищными волками, не спасали народ, а поедали его. Посему народ, миновав их, собирается ко Христу, истинному пастырю. И Христос дает ему пищу, сначала более полезную и ценную в слове, а потом и телесную. Но посмотри на учеников, как они отличаются человек по людям. Жалея о народе, подходят ко Христу и начинают умолять его о нем. Господь же, искушая их и испытывая, познали ли они силу его, что он может напитать народ, и говорит, дайте им вы. На это ученики, в виде упрека, представляет ему, с одной стороны, великость своей скудости, с другой, многочисленность народа, как будто он не знает этого. Слушание Слова Божия всегда должно быть на первом месте. И прежде всего, прежде Слова Божия, только молитва, в которой человек просит, чтобы Бог отверз ему ум к разумению Писания. Нужно молиться во время слышания Слова Божия и после окончания чтения его и проповеди. Зато уж неоднократно подчеркивают, что когда придешь из храма, не спеши садиться за стол, ища телесную пищу, но сначала поделись с домашними тем, какое слово ты слышал в церкви. Накорми домашних божественной пищей. Как выполнить сегодня это, если в храме нет проповеди? Иные пастыри и говорят что-то, но слово их замораживает дух и усыпляет душу. В их словах нет божественного огня, пророческого гласа обличения, и слово их не меч, отрезающее и гниющее, но губка, размазывающая гной, как говорит Златоуст. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал химикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб, двенадцать полных коробов. Было же ехать хлебы около пяти тысяч мужей. Толкование. Господь взирает на небо, во-первых, для того, чтобы научить нас просить себе пищу у Бога, а не у дьявола, как делают люди, живущие неправильными прибытками. Во-вторых, для того, чтобы показать народу, что Христос не противник Богу, напротив, сам призывает Бога. Дает хлебы ученикам, дабы они не позабыли о чуде после того, как принимали хлебы собственными руками. И двенадцать коробов избытков остаются для того же, чтобы каждый из апостолов, понесший на своих плечах по коробу, содержал чудо всегда в памяти. А то, чтобы не только напитать такое множество народа, но еще оставить избытки, есть знак преизбыточествующей силы во Христе. Моисей, хотя и давал ману, но только на нужду каждого, ибо в том, что оставалось лишнего, заводились черви. И Илья, пропитывая известную жену, доставлял именно столько, сколько достаточно было для пропитания. Напротив, Иисус, как владыка, производит то, чего оказывается избыток. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону в Крепсаиде, пока не отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их герстующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним лодку, и ветер нитих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было опоминено. Ученики только по понуждению разлучаются с ним, а сами по себе они не хотели расставаться. Частью по своей любви к нему, частью по недоумению о том, как он может прийти к ним без лодки. А он, отпустив народ, восходит на гору помолиться наедине, так как молитва требует уединения и невозмутимого состояния. Господь попускает ученикам быть обуреваемыми на море, дабы они научились терпению. Для того же он не тотчас является к ним, но попускает быть в опасности от гури целую ночь, чтобы приучить их быть терпевыми и ждать избавления не в самом начале опасности. Тем, что было смятение между учениками и противный ветер, чудо еще более возвышается. Что же до апостолов? Они, не познав Христа из чуда над хлебами, познали его из настоящего чуда на море. Посему можно думать, что Христос попустил им быть в опасности для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем и отсюда извекли для себя пользу. И переправившись, прибыли в землю Денисалевскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, оббежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, в планиру больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. В дома они еще не звали его, но сами приносили больных, умоляя о том, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его. Ибо чудо над кровоточивой женой дошло до сведения всех и произвело в них тем большую деву. Так, почитаю, вам пришли нам из города наказы и инструкции по прудам. Везде прокопать в снегу траншеи любой ширины для входа и выхода воды. Заранее приготовить возле каждого стока воды деревянное карабанья, солому в мешках и толпушки малого размера 3-4 сантиметра. Где будет подтекать вода, туда с глиной трамбовать солому, дежурить на всех прудах. Кто что скажет к этому? Какие комментарии? Где сейчас глину взять? Солому это можно взять, солома есть. А так, глину. Первый пруд, это лагерный, Камагориха. Второй, хромовой, этот. Третий, Костровый, Симаковский. Четвертый, Южный, Катафенский. Старший, Исааки. Исаак, ты там заведуешь чем прудом? Начальник. Рыбак. Твоя там рыба. Написано? Старший, Исааки. Лучки ему пришли. К этому Южный. Там по вашей улице до конца, там тот пруд. Рыжковский, Северный. Старший, Устинов Владимир. Пожалуйста. Второй, мостик. И внутри деревни. Самый сложный, Южный. Нужно узнать, откуда будет поступать в нее вода, и потом перекрыть досками и глиной с соломой. Два входа для воды. Определенный, проделанный бульдозер. И положено сплотяной стороны, железной дороги. Железной дороги с стороны входа. Везде есть составленные доски для подъема воды, когда вода пойдет на спад. Не пропустить этот момент. Так, ну и как сегодня определить, откуда будет вода идти в тот пруд? Не, ну по идее, она так и должна быть с тех входов, где они сделали геулинию. Просто как это засыпать, это когда? Когда там земля растает. Когда она растает, к маю. От второго мостика до первого есть лог, соединяющий их, куда и уходит вода со второго мостика, достигнув критической отметки. Трудно и много работы весной, когда много снега в этом логу. И в воде негде пройти. Нужно прокопать траншею в соединительном логу любой ширины до земли. Можно обдумать такой вариант, когда наступит зима. Внимательно слушайте. И снег достигнет до 70 сантиметров. Нужно будет прокопать траншею в снегу в этом логу с вертикальными сторонами. И края траншеи утрамбовать. Потом переложить любые поперечинки через метр, полтора метра. И затем перекрыть эту траншею досками. Весьма, весьма. Весьма, может быть, полметра или меньше. Так, тихо, сейчас вышли. И сверху чуть притрусить снегом, чтобы доски не были видны. И когда к весне высота снега в логу достигнет хотя бы и 3 метра, снег копать весну не нужно будет. Так как для воды оставлен проход. Но вода пошла. Теперь боковый снег-то размоет, доски-то упадут? Нет, они там должны стоять на столбиках, эти доски. На столбиках? Да. Там какие-то еще подпорки должны быть. Все так сложно, да нет? Подпорки. Вопрос. Это надо сделать. Если снегу напали два метра. В прошлом году вот здесь вот были где, то все на этих поперечинке у всех поломало. Всех переломало, да. Все переломало. А те же и снега. Да там если 300 метров, это столько леса машины надо было. Да нет, это леса машины. Похоронить весь лес там. Вот именно, просто. Его унесет потом. Унесет потом. Да нет, это еще там, я не знаю. Будем ловить. Неплохо, чтобы под поперечинки были подставлены хотя бы самые простые черенки, столбушки. Чтобы не обрушилась крыша из досок. Столбушки. Столбушки, это через сколько их надо ставить будет? Это вход под крышу из досок сделать посередине, где летом видна дорога через этот лог. Здесь весной нужно будет проделать шурф снегу, чтобы подняв доски, проверить не засыпан ли проход под крышкой снегом. Для этого нужно будет заранее с осени протянуть по земле шнур до второго мостика. Через все это. И до лога первого мостика от этого шурфа вертикального закрепить на всех концах эти шнуры. Потом можно будет двоим с разных концов потянуть шнуры, привязав хотя бы дощечку заранее посередине веревки и протянуть несколько раз. Шнур должен быть вдвое длиннее траншеи с каждой стороны. Если 300 метров, шнур должен быть 600 метров. Если южный пруд самый сложный, ввиду непонятности откуда заполнение водой, то на втором мостике продвижит самая трудоемкая работа. Все это всего лишь размышления издания. А, фу. Молодец. На месте могут быть и другие предложения и советы. Там лог такой глубокий, там не надо никакие столбушки. Просто длинные две доски и вот так их боком поставить, поставить. Вот тебе и сразу траншею уже для воды. А значит, надо было сильнее прокапывать просто. Про это... Непонятно, почему он так мало... Причины были, конечно. На первом мостике нужно будет осенью, как жаномля еще не застыла, посередине запруды сделать углубление на 40-50 сантиметров и шириной до 5 метров. И сделать очень пологие въезды и выезды из этой низинки. И потом привезти разный щебень, битый кирпич, и кувалдой забивать этот щебень, а может быть и осколки шипера в плотину. И пока въезда, выезды, пологие, обложить этим же крупным щебнем, забивая его кувалдой. Чтобы весной и летом вода могла проходить через плотину свободно в этом углублении, не размывая плотину, и был бы свободный проход людям, скотине и транспорта. Можно ли это сделать будет весной? Вопрос. Можно ли это сделать будет весной? Нет. Весной нет. Там вся дорога в кашу будет, там кого? Смешно. Ну все, вот я все сказал, что все. Несерьезно относитесь. Так, что на завтра? 10 секунд. Просто, я говорю, со среды видели, да? Покажут, там плюс один, плюс три, плюс три. Ну надо закончить, потому что если не закончишь, то вся работа эта пойдет. Ну да, хоть бы не факт, что она поможет, но может быть, что-то... Так, значит, завтра в 10 часам выбираемся. Про школу еще вопрос. Вопрос актуальный. Ну, уже конец марта, сейчас план утверждают, на следующий год уже с меня требуют закрывать или там чего-то делать. В смысле, что закрывать? Ну, на этих двух учеников оставляют, если оставят одного только учителя. Ну, вообще, даже предлагают, Степа, не надобное, а семейное обучение. А Исааков Курчин отправит. А кто будет семейное обучение? Ну, семья. Семье платить не надо, ничего. Нет, никак. Даже на это соглашаться не надо. Стоять о том, что здесь будет. Хоть один учитель, но чтобы здесь был. Учитель был, чтобы. Школа, чтобы совсем не надо. Это потом будет очень трудно. Ни в коем случае этого не надо подаваться. Но все идти там будем где-то платить все равно. Потому что сейчас идет программа такая, что даже было, что малокомплектная школа разведа, а сейчас по-другому, что надо сохранять, говорит, это. Ну, вот и когда, если школа была, у нас там отдельно-то не школа. Нет, не школа. У нас была бы школа отдельная, со своим директором, со своим всем этим. А мы прилеплены к Курчинам. Ну и что? Нет, сайт на этом все равно, чтобы было здесь у нас учитель был. Вот тут вот братья думают, и у них такое предложение одно поступило. Вот как думать, актуально это ли? Из Киргизии двух девочек сюда на год. А через год они опять уезжают? Нет, просто если речь идет о том, что, допустим, такая ситуация... Ну нет, через год на год это ничего не изменит потом. Потом все равно их трое так. Ну я говорю в это, что ситуация такая, что, допустим, если сейчас там не могут взять учеников, может быть через год кто-то появится. Ну вот, я к тому, что спасти хотя бы на год, может быть ситуация там поменяется уже за год, это еще что-то хорошо. Допустим, это... Ну у них, смотрите, у них в Киргизии другая программа, все другое обучение. Страна другая. Их оттуда срывать, сюда, потом на, потом обратно туда. Был бы они с Россией. Это мы выречили, еще там с родителями как родители согласны. Ну родители, допустим, даже согласны, но это дети. Это дети и детей срывать, и потом обратно их туда. Учителям Киргизским и Николайовичам. Здесь только так вот, значит, Анфим говорит здесь, это уже восьмой класс будет, да? А вот может от роботов нам взять. По одному ребенку в дом. А у них какие классы? Ну у них Ваня в девятом, Ваня даже двух взять. Фрося у них пойдет, как Исаак, Фрося, да? С Исааком, она в седьмом. А Нестор я не знаю про Нестора. Вот. Я и люди говорю, что этого Илья, Илья со Степой в одном басе был. Они отдадут они. Какой Илья? Ну, племянник из Китерема. Серегин там же. Ну, они его в первый класс не давали. Нет, они так его стращают. Ничего не будет парня исправить. Он такой непослушный, он немножко может быть это как-то бы. Я говорю, просто надо рассматривать все возможные варианты. То есть там... Ну, мы всяком-то учительные, а что пробовать? Ну, мы все-таки не вред детям было. Нельзя так, что вот мы сорвали их сюда, чтобы нам в школу спасти, потом их обратно туда. И детям это... Нет, ну, допустим, у нас же есть английский, есть. То есть какой вред детям? А что там какая-то программа там? Ну, а смысл-то, наверное, все равно же общий. Уже больше тысячи проходят там в третьем классе, а мы только достану к примеру. Нет, они там идут, они идут язык национальный изучают. У нас это никто не сможет. Да нет, ну, понятно. Но английский есть, и нормально. Я думаю, что если бы они сюда переехали жить, что постоянно, и тогда уже это другой вопрос. А вот так ради на год это не стоит. Я думаю. Просто ситуация, что если те там стращаются, сильно там закроем там в это что-нибудь, то выход-то какой тут. Надо хоть зацепиться хотя бы на год там, что-то как-то. А там... Ну, надо лучше с города детей. Ну, с города. То есть с города. Давайте с города. Разговаривать. Давайте срочно будем туда искать там. А вот у этой многодетной, что у нее там... Да нет, ну она... Люда говорит, может не ее сюда саму, а детей парочку сюда взять. Не то, что там вся семья. Но это тоже... Она согласится, нет? То есть она согласится, что... Она же хотела, чтобы дети у нее воспитанные были. То есть такое... Говорила на камеру. Ну, вот с Дрогой там поговорить. Кого там еще у нас? А Галя загуляем. Ну, у нее все пианисты. Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Перелом. Перелом. Лежить, лежить. Дома не вставать. Лежать и... Не вставать, надо привязывать. На растяжку ее сразу положить, чтобы она не могла самостоятельно вставить. Ну, там разные компрессионные... Что он не вставить. Ну, что он не вставит. Ну, что он не вставит. Что он не вставит. Ну, что он не вставит. Меня прям туда зовут Корчина. Это понятно. Они бы всех на стол позвали. Все бы переехали. Ну, и Виктор Николаевич биологию-химии вставит. Скажи, мы поедем, но чтобы перед каждым занятием молились. Все, раз мы вам нужны... Да, не на все, что согласны. С тысом удали. Борода врачи. Под пояски ходили. Живцы с реальной бородой. Вот так языческая. Ерочки в юбке надели, снижи колен, чтобы были метров на 10. С сантиметров на 10. Ну, ладно. Давайте тогда будем там что-то надо... Кого там подключить, чтобы в городе это сделали? Просто Илья Анатольевна, там план до 24 марта нужно там... 24 марта она едет в директор школы уже туда утверждать. Что ей... Она говорит, вот давайте думайте... Ну, хорошо, она сейчас утвердила. Допустим, а летом у нас появится еще 10 детей. Тогда что? Все уже утверждено, что еще ничего не будет. Почему? Ну, просто ему очень трудно уже выделять этот бюджет. Допустим, бюджет настолько-то... Если будут дети, то выделят. Если будет уже 10-15 возить туда. Так что этот бюджет это еще не значит. Ну, кому там обратиться-то, чтобы кто-то было, сказать, про контролировал этот вопрос-то? У тебя есть робота перед вами? Робота? Да. Звоните. Ну, найти надо. Звоните, поговорите. Кто еще там такие у нас могут быть? Там у них больше нет таких. А у Света за Инудиного черт, вот эти маленькие дети, какие они? Ну, это в четвертом, по-моему, она. Она же ваша крестница, да? В четвертом, по-моему, она. Там такая девочка уже, знаешь, она в Светку пошла плотненькая. Такая вообще уже девица стоит. В четвертом просьбе? А тут в третьем, во втором. А что, они уже больше десяти лет как уехали? Конечно. Она же уже там родилась, девчонка? Нет. Это ведь Люба же ее крестилась. Здесь родилась. Это Сашка там уже родился. А кто ее крестил? Я? Да. Не помню. Это Люба крестилась. Да, точно. Скажи, я не помню. Что-то, гуляю. Ну, там ролик выставляли в это. Желтухи надо набернуть, а тогда у нас в школе будет. Она уже все выросла. Он же взрослый. Ну, у них двойня, это. Двойня, это. Тоже они к школе вот уже подходят. Желтухи, она как-то хотела женщины с дитями? Чего побоялись? Ну, она ошибку-то не хотела. Она там не была. Она хотела. Если хотела, то нет. Она с таким, что она как будто бы делает одолжение. Уж я могу согласиться. Ну, вот пусть сделает одолжение. Отдаст своих маленьких девчонок. Они, наверное, в первый класс пойдут, наверное. Одолжение не надо. Ты с этим одолжением потом будешь не рада нищими. Я вам хотел, а вы мне. Если делать одолжение, то ты должна этот долг отдавать. Ну, да, чтобы не быть приятным. Ты же потом... Мы приглашаем сюда, но у нас и приглашение есть. Человек все сам на свои средства. Ничего мы никому дать не можем. Можем помочь только что-то. А дать ничего не можем. Ну, надо, если он будет, Роман, заниматься. Я ему дам баранов сколько. Заразводи. Рыбу мне. Рыбу тебе. Какого он хочет рыбаком? Я бы учел, он нам изменяться собрался. А рыбы? Надо бы прорезать несколько дыр. Если с пилой выйдите сегодня, прорезьте дырки, чтобы, может быть, дать немножко. А то еще целый месяц будет под огнем. Задохнется. Дайте немножко подышать. Я, кстати, думал дать подышать. Тут как раз впереди два рыбных дня. Возьмите, ну, возьмите эти пилами, пилами, пропилите там. А за какая толщина-то уже? Уже за 5 метров 80-90. Надо додолбить лобиком этим, длинорубом все додолбить. Там я недавно прорубовал, когда это было неделю, может быть, дней 10 назад. Там не должна она промерзнуть. Там глубокая, сантиметра 80, наверное. До конца не должна. Надо же не в одно месяц, надо же несколько. До одного хватит. Ну, мы как-то 5-10-5 лунок больших делали. Просто сейчас еще чуть-чуть подстремлюсь. Все, господи, сходите прогуляйтесь. Здесь огромное было, большое, много объем не нашли. Много фитруна. Боже, Тетя Богородицу, Крисну Блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувию, И славнейшую без сравнения с Ерафим, Без истинья Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе величаем. Благодарим Тебя, Христе Божий, наш, А кому несушки нужны курочки, не обращайтесь. Звоните. Звоните. Очень хорошая, это один из лучших техников. Есть. Детский сад.